Богатые промышленные города всегда привлекали особое внимание криминального мира. В этом смысле на Черноморском побережье самым привлекательным всегда был Новороссийск. Около трех десятков лет в нем хозяйничал грузинский законник, родиной которого был тоже Приморский город. Он родился в Поти в 1960-м. Впервые осудили Бадри в 80-м за кражу. Суд дал молодому вору 3,5 года. В 83-м, буквально сразу после освобождения, он вновь попал в тюрьму еще на 2 года и 9 месяцев. Освободившись в 86-м и набравшись авторитета, Бадри был принят в воровскую семью. После этого он перебрался в Новороссийск и занял там должность смотрящего за городом. На своем посту Бадри вполне мирно пережил несколько криминальных междоусобных войн и зачисток силовиков. И это несмотря на вспыльчивый и непримиримый характер. Его терпения не хватало на аргументированный спор, и он быстро переходил на махание кулаками. Аданая тесно сотрудничал с патриархом российской преступности Асланом Усаяном. Для Усаяна он был одним из числа надежных людей, которых тот расставлял на должности смотрящих в контролируемых им регионах. Как бы не было пребывания Бадри на своем посту смотрящего безоблачным, в 2011-м ему пришлось все-таки на время покинуть свою вотчину. Местные оперативники стали очень интересоваться его делами, и авторитет уехал в Украину. Там его быстро задержали и отправили в Санкт-Петербург. Тогда он перебрался во Францию, где обзавелся своей группировкой и создал новую структуру. Местные силовики осудили авторитета заочно и приговорили его к 10 годам заключения. Аданая был включен в списки, разыскиваемых по всему миру. Несмотря на это, авторитет продолжал открыто жить в Новороссийске. Когда в России стали принимать антиворовский закон, это его напугало и заставило сорваться с места. В 2019-м Бадри был задержан в Белоруссии, а затем депортирован во Францию, где его ожидает крупный тюремный срок.